Заехал на территорию аэропорта больше чем на 15 минут, заплати за парковку. К сожалению, раньше это простое правило соблюдали не все автовладельцы, особенно таксисты. Теперь с введением новой технологии провести аферу не удастся. Обновленная парковочная система с использованием двойных шлагбаумов рассчитана на проезд только одной машины. Первый шлагбаум открывается после оплаты за стоянку, затем авто попадает в так называемый шлюз. Первый шлагбаум сразу же закрывается и автоматически открывается второй. Такая система установлена на всех пунктах пропуска. Проект, реализация его заняла порядка полутора месяцев от заказа до внедрения. И в конце этой недели мы планируем завершить этап внедрения. Сейчас вы видите идет пусконаладка оборудования. Так что я думаю, к концу недели проект будет успешно завершен. Несанкционированный проезд через шлагбаумы стал невозможным благодаря современным технологиям, установленным на шлюзах. Открытие и закрытие шлагбаумов происходит за счет индукционных антенн, установленных в асфальте, и инфракрасных датчиков. Устройство реагирует на автомобиль и посылает сигнал на встроенный компьютер. Удобство такой системы многие автовладельцы уже оценили. Я привык каждый день сюда ездить, и мне привычно. Удобно очень даже. Я встретилась впервые с этим, поэтому мне практически удобно. Парковочная система разработана по заказу Международного аэропорта Сочи, и этот проект уникален. Предполагается, что за счет такой технологии будет увеличен размер годовой выручки аэропорта. Ожидаемый экономический эффект может составить 1 миллион рублей в год. Кстати, с вводом новой системы паркинга изменена схема выезда из аэропорта в сторону Красной Поляны. Но это касается только личного транспорта. Если общественному по-прежнему разрешен выезд в сторону Молдовки, то частникам придется проехать метров 500 в сторону Сочи и развернуться в районе пешеходного перехода на трассе Адлер-Красная Поляна.